Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Markets. Сегодня 18 декабря, начало новой торговой недели. Начнем по традиции с подведения итогов прошлых пяти торговых дней. Они были крайне насыщенными на различные фундаментальные публикации. И сейчас мы подведем ключевые, главные тезисы, которые нам будут помогать работать на текущей торговой неделе. Прежде всего отметим, что доллар в прошлые пять дней не сильно укрепился, по сравнению с тем, как мог бы это сделать, закрыв неделю либо в небольшом минусе против ключевых валют, либо и вовсе потеряв существенные позиции, если мы возьмем по отношению к австралийской или новозеландской валюте. Вот это два основных лидера прошлой недели по отношению к американской валюте. Да, там были несколько разные причины столь высокого позитива, да, высокой оценки. И если мы говорим, скажем, про Австралию, то там, прежде всего, были очень позитивные публикации по рынку труда. А в случае с Новой Зеландией инвесторы крайне обрадовались назначению нового главы Центрального банка по фамилии Ор, который является очень опытным специалистом и ранее был замечен, например, тем, что обеспечил доходность более 16% годовых по довольно консервативным пенсионным сбережениям. И, конечно, те тренды, которые были заданы на прошлой неделе, они имеют все шансы продолжиться на текущей торговой неделе. Также скажем, что в прошлые пять дней, конечно же, ключевыми событиями были заседания стольных банков и решения по ставкам различных стран. Мы видели заседания ФРС, Еврозоны и Банка Англии. Везде вышли данные лучше прогнозов, если мы говорим про макростатистические публикации. Все заявления регуляторов были овеяны общим позитивным фоном и прошли вот в таком ключе, когда все прогнозы пересматривались в лучшую сторону. Но на самом деле не стоит строить иллюзии относительно подобных оценок. Есть некие факторы, которые заставляют задуматься. И плюс, опять же, если мы, например, видим, что и в США, и в Еврозоне, и в Великобритании выходят данные лучше прогнозных значений, и, казалось бы, все хорошо, но в любом случае будет некий дисбаланс в спросе предложений по ключевым валютам и в ту или иную сторону чаши весов обязательно склониться. Поэтому сейчас нам важно определить, каким будет это движение на текущей неделе. В долгосрочном плане, конечно, мы уже неоднократно отмечали, что доллар смотрится сильнее, нежели его ключевые оппоненты, потому что и по отношению к евро, и по отношению к британской валюте есть ряд преимуществ, в том числе связанных с тем, что, скажем, вокруг Великобритании сейчас довольно сложный процесс, переговорный в плане завершения процедур Brexit. И в то же время по еврозоне мы видим, что, несмотря на рост ключевых экономических показателей, есть некая неопределенность относительно будущего, потому что программа количественного смягчения подходит к своему концу уже в следующем году, нужен будет какой-то новый серьезный шаг со стороны регулятора, чтобы обеспечить дальнейший рост экономики еврозоны. Вот тот совсем еще незначительный позитив, который есть, те небольшие изменения в экономике еврозоны, они должны получить какую-то поддержку в дальнейшем. Поэтому, конечно, на евро также будет определенное давление оказываться. И на самом деле еще стоит отметить, что будет довольно большая пауза между заседаниями ФРС, которые возглавляла Елен. Вот мы видим, что она завершает свою работу фактически уже в этом году, потому что в следующем году не будет ее пресс-конференции. Будет заседание ФРС, будет какое-то решение, публикация неких протоколов и некие прогнозы будут сделаны на следующий год. Но никакой уже пресс-конференции и трибуны, скажем, для выступления Елен не будет. Поэтому все внимание к мнению Джерома Паула относительно монетарной политики США. Но следующая его пресс-конференция, его первая в официальном статусе главы ФРС состоится только в конце марта следующего года, поэтому нужно держать во внимании тот факт, что есть некая пауза между этими двумя событиями. И вот в этот срок, конечно же, мы будем ориентироваться на низкоинные показатели. Во-первых, все ключевые инвесторы будут находиться в неком подвешенном состоянии, потому что нет четкой определенности. И, значит, будут ориентироваться на другие фундаментальные показатели, которые, еще раз скажу, что пока очень и очень неплохо выглядят именно по Соединенным Штатам. У нас продолжается две истории, на самом деле, ключевых с прошлой недели. Они переносятся на текущую. Первая – это налоговая реформа в США, потому что мы знаем, что, несмотря на общее мнение по поводу того, что все уже согласовано, ключевые моменты согласованы, и вот-вот будет запущен пакет налоговых изменений, которые позволят, на самом деле, серьезно сократить свои налоговые издержки, прежде всего, крупным корпорациям и высвободят для них довольно существенную часть их доходов, позволив тем самым инвестировать эту большую часть в свою текущую деятельность. Но об этом мы еще чуть позже поговорим. И вторая история касается, конечно же, согласования всех ключевых моментов выхода Великобритании из ЕС. Мы знаем, что со стороны самой Еврозоны уже все было сделано, и Дональд Туск на прошлой неделе говорил, что теперь передает эстафетную палочку Терезе Мэй, потому что со стороны ЕС все уже понятно, и они находятся лишь в ожидании того, как поведет себя парламент Великобритании. Напомню, что он должен одобрить тот набор действий и согласовать все ключевые нормативно-правовые документы, но пока этого не сделал. Вот на прошлой неделе одним из главных негативных сигналов из Англии было именно то, что тот набор решений, которые, казалось бы, уже согласовали и которые должны были запустить, и Тереза Мэй была очень позитивно настроена. Но парламент отклонил эти действия, и сейчас нас ожидает новый виток дискуссии вокруг данной темы. Хотелось бы вернуться именно к налоговой реформе, потому что это очень важный момент. Не так давно была опубликована большая аналитическая статья с участием, с опросом мнений ведущих экспертов в Соединенных Штатах, и на самом деле общий итог не очень решительный. Считается, что вот те налоговые изменения, которые вступят в силу, вероятнее всего уже со следующего года, они будут носить скорее краткосрочный эффект, и мы не увидим каких-то, скажем, долгосрочных позитивных тенденций, потому что те прибыли, которые корпорации высвободят из-под налогового огнета, они, вероятнее всего, не запустят на создание, скажем, новых рабочих мест, либо на развитие производства, а воспользуются своей проверенной методикой, которую мы видели в последние годы, пока ставки были довольно низкими, но они такими в принципе пока еще и остаются в Соединенных Штатах, то есть просто начнут выкупать свои акции у инвесторов, тем самым искусственно повышая на них спрос и толкая котировки акций, вместе с тем и фондовые индексы вверх к новым максимумам, и также на самом деле, если мы проанализируем движение индекса за последние даже 100 лет, да, то окажется, что рост S&P 500 еще никогда не был таким сильным и продолжительным, и даже перед великой депрессией, да, в начале прошлого века не было столь сильной перекупленности рынка в моменте. Это, конечно, позволяет о многом задуматься, но тем не менее и низко нагнетает, да, атмосферу вокруг, скажем, доллара США и вокруг фондовых индексов этой страны, но в целом нужно, конечно, признать, что необходим некий спусковой крючок для того, чтобы запустить ту коррекцию, которую многие уже давно ожидают, но напомним, что пока еще для экономики США по сути ничего не угрожает, то долгосрочный восходящий тренд, который есть по фондовым индексом этой страны, он имеет все шансы на продолжение. Нужно, опять же, чтобы был некий стимул для продавцов, да, фондового рынка и акций в целом. Возможно, этим спусковым крючком станут криптовалюты, но, конечно, хотя и есть явный элемент их перекупленности, да, некий элемент финансового пузыря, их капитализация пока еще очень мала, чтобы стать вот тем первым этапом, да, в коррекции, либо, может быть, первым событием в новом кризисе финансовом, поэтому пока, несмотря на те негативные оценки, которые есть, в том числе и в плане налоговой реформы, они все не являются существенными, да, и даже Джанет Йеллен отметила, что пока криптовалюты не имеют никакого шанса внести нестабильность даже минимальную в экономику Соединенных Штатов, что бы с ними не происходило. Но нужно признать, что традиционно считается из всех постулатов экономики, что вот налоговые, вмешательство в налоговое законодательство и вот те, скажем, поблажки, которые будут сделаны, те серьезные преференции, которые будут оказаны крупным налогоплательщикам, это своего рода последняя уже мера для того, чтобы улучшить, да, экономическую ситуацию. И на самом деле вот за этими налоговыми изменениями уже дальше, по сути, ничего не стоит, пока еще не придумано более эффективного способа и более действенного варианта, за исключением монетарной политики, да, вот, которая, как мы знаем, сейчас довольно долгий отложенный эффект дает, да, и не сразу оказывает серьезное влияние на экономику США. Вот кроме этих налоговых действий, пожалуй, уже ничего и предпринять нельзя будет в нынешней администрации Трампа, поэтому вдвойне будет интересно посмотреть за развитием именно этой ситуации. Что касается текущей недели, то эту неделю можно ознаменовать как ВВП, в первую очередь, да, потому что сразу в трех странах, в США, Англии и Канаде будет опубликован один из ключевых фундаментальных показателей. Важно будет отследить то, насколько прогнозы регуляторов этих стран сходятся с реальным положением вещей в завершающем квартале этого года и, конечно, если будут какие-то диспропорции в видении регулятора и в фактическом положении вещей, то в таком случае мы увидим резкие движения валют вниз тех стран, да, в которых, скажем, мы видим наибольшее противоречие. Что касается в целом сегодняшнего дня, то будет только одна очень важная новость, фактически это индекс потребительских цен в еврозоне. Здесь нужно признать, что также, в первую очередь, всех интересует то, насколько подтвердится позиция Марио Драги, озвученная им в ходе прошлой недели на заседании ЕЦБ и после данной пресс-конференции, когда он заявил, что в целом смотрит очень позитивно в следующий год и пересматривает прогноз по ключевым показателям. Его немного смущала инфляция, но он все равно подчеркивал, что видит некие положительные изменения и видит приближение к тем целевым значениям в районе 2,5% в следующем году, которые он, собственно, давно и ждет, и ради которых ведет сейчас работа. Если же мы не увидим, что, скажем, данные по ИПЦ приближаются к тем прогнозным значениям и к видению регулятора, то, конечно, евро будет ожидать довольно серьезное снижение уже в ходе сегодняшней торговой сессии. Пока же мы видим, что доллар теряет позиции по отношению ко всем абсолютно ключевым валютам, и на самом деле есть некие предпосылки с позиции теханализа, что доллар и продолжит свое снижение локально, как минимум, потому что и евро-доллар, и фунт-доллар отталкиваются от важных уровней поддержки, причем набирают постепенно обороты. Но не стоит забывать одну интересную особенность прошлой торговой недели, когда мы видели, что в послеобеденное время, либо ближе к началу американской торговой сессии, мы видели разворот того локального тренда, который формировался ранее. Поэтому сегодня не исключено вполне подобное развитие событий. Мы видим, что по евро-доллар локально с четверга формируется нисходящий тренд. Есть серьезная линия сопротивления. И вот после пробоя уже этой линии можно будет говорить о том, что, скажем, доллар будет в моменте снижаться и дальше. То есть пока же все смотрится именно в этом ключе. Даже по новозеландской валюте, например, пока совершенно нет сигналов к тому, что тут рост потрясающий, который был на прошлой неделе, он замедлится. Мы вплотную подходим к максимумам пятничной торговой сессии. И в случае пробоя, опять же, этих значений можно будет, конечно, покупать новозеландскую валюту долгосрочно. Она еще может очень хорошо сходить вверх, потому что мы видели затяжное падение с июня по ноябрь практически безоткатное по данной сырьевой валюте. Аналогичная ситуация и по австралийскому доллару на самом деле. Есть такое мнение, что нужно, прежде всего, покупать лидеров. И если мы видим, что в данный момент австралийцы и новозеландцы наиболее сильные фактически валюты, которые лучше всего сходили на прошлой неделе, то, пожалуй, еще есть время, есть возможность в этих движениях поучаствовать при условии того, что, допустим, вы этого не сделали ранее, не успев, скажем, на прошлой неделе. Несколько еще ключевых событий текущей недели отмечу. Во вторник будут данные по строительству и по рынку недвижимости в США. Это, на самом деле, из всех показателей, которые вообще публикуются, был в самой-самой зеленой зоне на протяжении последних месяцев. Именно рынок недвижимости, рынок сдачи нового жилья обеспечивал большую часть того позитива, позитивного настроя инвесторов по американскому рынку. Поэтому это обеспечивает дополнительную интригу вокруг данного показателя. Если мы увидим, что данные по недвижимости настолько же хороши, либо, по крайней мере, нет начала какой-то негативной тенденции, то доллар получит некую поддержку. Если же мы увидим, что есть некое преломление в этом тренде, тогда вот те ключевые сигналы, которые есть в данный момент, это рост евро-доллар, рост фунт-доллар, он может продолжиться. Но эти данные будут уже завтра, о них мы подробнее в ходе завтрашнего утреннего брифинга и поговорим. И на самом деле еще один интересный момент. Ставка в Японии плюс заседание ЦБ Японии будет на этой неделе. Японская иена приучила нас к тому, что может показывать довольно сильные неожиданные движения, в том числе и после заявлений или действий регулятора. Но, тем не менее, пока интриги, откровенно говоря, мало по поводу данного события. Ближе уже к заседанию, ближе к решению ЦБ Японии мы также подробно обсудим те сценарии, которые могут быть вокруг пары доллар-иена в ближайшей перспективе. Ну, пока же еще раз подведем итог, что сегодня стоит ориентироваться, прежде всего, судя по началу, по открытию азиатской сессии, да, по мере того, как мы приближаемся к открытию европейской сессии, стоит говорить о том, что доллар пока теряет свои позиции, поэтому есть некие основания считать, что евро-доллар и фунт, доллар и золото, в том числе, сегодня сходит вверх. При этом, опять же, есть возможность входа в рынок в эти сделки с довольно коротким стоп-лоссом, потому что мы отбиваемся от важного уровня поддержки. На этом сегодня все. Мы озвучили ключевые торговые перспективы, ключевые фундаментальные показатели, которые нас будут сегодня ожидать, поэтому всем успехов в торговле, и увидимся всем скоро, завтра уже подведем итоги в это же время. Всем до свидания и всего доброго.